До какого времени можно будет пользоваться купюрами старого образца? Что такое деноминация и как рассчитать процент по вкладам? Школьники Минской области приняли участие в областном этапе Республиканской Олимпиады по финансовой грамотности. За один час нужно было выполнить тестовое задание. Его стоит добавить, подготовили специалисты Нацбанка и написать эссе на тему, как взаимосвязаны риск и прибыль. Ну, задания явно непростые. Так, кто же лучше всех разбирается с финансовыми вопросами? Наталья Кузьмицкая о самых экономически грамотных учениках. Знаете ли вы, что деньги в разное время имели совершенно разный вид? Когда-то на них были изображены здания, как сейчас, а когда-то даже и белочки, и зайчики. Какое животное последним убежало из кошельков белорусов, что такое деноминации и какое здание изображено на новой банкноте номиналом 10 рублей? Ликбез для учеников начальных классов проводит старшеклассник Михаил Голубихин. Во время импровизированного урока по финансовой грамотности. Я вам предлагаю простенькую игру. Каждый из вас сейчас возьмет листик бумаги, а на первой стороне вы нарисуете грушу, что такое съедобное, такое красивенькое, а на второй яблоко. Теперь смотрите, что надо сделать. Надо вырезать и грушу, и яблоко. Надо было спланировать место на бумаге. Надо было нарисовать отдельно и грушу, отдельно и яблоко. Так и с деньгами. Надо знать, куда и как их применить. Свои доходы и расходы Миша научился планировать еще в первом классе. Знания и интерес к экономике, капиталу, депозитам и процентным ставкам привели школьника на финансовую олимпиаду. Я участвую в этой олимпиаде уже не первый раз, но поскольку я не добился успеха в первом своем опыте, и это меня постигнуло поучаствовать еще раз. Я поехал во второй раз, где занял первое место на районе и третье на области. Сложных особо заданий не было. Надо было знать, что такое сложное и простые проценты. Надо было разбираться в кредитах, в банковской системе. Еще в 2012 году Национальный банк начал разрабатывать программу по повышению финансовой грамотности населения, в которую сегодня включены полезные обучающие встречи банковских работников со взрослыми, интерактивные игры для самых маленьких и ставшие уже традиционными финансовые турниры среди старшеклассников. Здесь должны знать вопросы и о вкладах, и о кредитах, и о семейном бюджете. Выстраивая работу в области, мы акцентируем внимание на том, чтобы финансовой грамотностью были не только дети, но и их родители, и педагоги в том числе. Сегодня во многих учреждениях образования школьниками созданы бизнес-компании, в которых подростки познают азы предпринимательства, основы экономики и экономии. В будущем часы финансовой грамотности планируют внедрить в школьную программу. С 5 по 10 декабря в школе будет проходить неделя естественно-математических наук. И вот в рамках этой предметной недели мы планируем проведение мероприятий, в том числе и по финансовой грамотности именно подростков и детей. Пока же те, кому уже несложно рассчитать проценты по вкладам, кто знает, что такое акция и облигация, готовятся к финалу Олимпиады. Центральный регион представят учащиеся Вилейского, Молодещинского и Червенского районов. 16 декабря победители региональных этапов Олимпиады соберутся здесь, на проспекте независимости, в здании Центрального офиса Национального банка, где смогут побороться за звание самого финансового, грамотного и ценные призы, познакомиться с работой главных финансистов и экономистов страны. Наталья Кузьминская, Григорий Крештахович, Новости, Центральный регион.